Эта ночь о себе всему интернету напомнил Никоглай. Этот человек, как вы знаете, уже довольно долгое время не участвовал в каких-то громких инфоповодах, и именно поэтому, скорее всего, сейчас он решил вновь увеличить свои охваты. Как лучше всего это сделать? Конечно же, через конфликт с Моргенштерном. Это очевидный вариант. Алишер фигура настолько известна, что любой его биф даст противной стороне пусть и черного, но все же пиара. В этот раз Никоглай решил поступить интереснее. Внезапно в телеграм-каналах начали форсить якобы слитый дисс от Моргенштерна на Колю. Вот только далеко не все фанаты Алишера уверены, что перед нами не фейк, созданный... Кем же он может быть создан? Давайте порассуждаем. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf. Это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок. И все в наличии. На сайте только реально уцебы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа, отзывчивая поддержка, профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Начнем с того, что по телеграм-каналам сегодня ночью начал разлетаться вот этот отрывок, на котором можно якобы услышать голос Моргенштерна. Везде он подписан как Дисней Никоглай и манера исполнения, а также голос действительно похож на флоу и тембр Моргенштерна. Сам Моргенштерн пока никак не комментировал этот вброс, зато Никоглай поторопился написать у себя в теге следующее от цитаты. Моргенштерн, зачем ты написал на меня Дис? Ты что совсем? Кто вообще не понял, посмотрите историю в инсте. Опросил бы меня, я бы тебе лучше загостратил. Брат, переделывай. Пользователи обратили внимание, да и это было очевидно сразу, что исполняет данный Дис уж точно не Моргенштерн. Есть такой артист под ником Pine Secret, который уже довольно давно делает музыку в стиле Алишера. Скорее всего, это дело именно его рук. Вот, например, видео с его канала, где мы можем услышать якобы сниппи от Крайка Алишера. Или вот еще один пример его творчества. Так что нет никаких сомнений. Дис не Никоглай записал точно не Моргенштерн. Вот только кому это нужно? Сомневаемся, что у Алишера сегодня есть хоть какая-нибудь надобность в том, чтобы нападать на Колю. В последнее время Никоглай стал делать чуть ли не фрик-контент, а цифра онлайна и просмотров такого контента вряд ли интересует звезду уровня Алишера, поэтому остается только один вариант. Дис на себя, скорее всего, заказал сам Никоглай. Или же это была инициатива Pine Secret, которую Коля поддержал. Конечно, точно сказать мы не можем. У нас нет никаких доказательств. Просто размышление наводит на мысль, что на данный момент такой Дис выгоден именно Никоглаю. По крайней мере, больше, чем Моргенштерну. Еще одним аргументом пользу такой версии служит то, что в Дисе можно услышать бэки от самого Никоглая. На момент создания этого ролика Алишер еще никак не отреагировал на подобный вброс, однако, возможно, в будущем мы увидим какую-то реакцию от него, если вообще не окажется, что он действительно готовит Дис. Так или иначе, у Моргенштерна на данный момент действительно к Никоглаю сложилось довольно отрицательное отношение. Например, на одном из своих стримов в июле Алишер вот так высказывался о Коле. Ну, типа, бывает такое, что за своих детей стыдно иногда. Вот это и думаю. А тебя не удивило, что он прям так быстро закорешил с тобой, когда ты на концерт подлетел? Да, почему это должно удивлять? Ну, он такой, типа, шустрый вообще. Он с тобой по сцене прыгал. Так и что? Ну, открытый человек. Ну, да. Не, ну, я еще тогда понял, знаешь, что это челик, который, как бы это объяснить, он добьется своего и... Любым путем? Любым путем, да. Вообще любым путем. Вот я это и хотел. Добьется своего любым путем, даже если это путь полная ху... Короче, вот, но он добьется. Но просто сейчас, что с ним происходит, он просто слишком в себя поверил непропорционально возможностям, вот, и это немножко ему вредит. Мне очень нравится, что он говорит, что у него скоро там, что у него там альбом круче банданы будет и так далее. Вот, это прям реально интересно послушать. Возможно, этот диск какой-то иной форме окажется на будущем рэп-альбоме Никоглая, который, как вы сами слышали, должен стать круче банданы от Кизару и Биг Бэби Тейпа. В последнее время отношения между Колей и Алишером действительно не заладились. Можно хотя бы вспомнить, что про это говорил сам Никоглай на одном из своих стримов в мае этого года. Который... Нет, просто я хочу от себя сказать, что мне обидно. Мы с Брагенштерном нормально общались, просто, ну, переписываемся, общаемся, шутим приколы, рофлим. Я попадаю в аварию, в смертельную аварию, где два трупа, я еле выжил, сотрясение, вся хуйня. Брагенштерн пишет у себя в телеграм-канале, чем больше наблюдаю, тем больше верю в карму. Ровно через час после того, как случилась авария. Я это вижу, я сижу, думаю, ну, может, не про меня, ну, может, не про меня, блядь. А потом я подумал, да как не про меня, блядь, про кого еще он в 4 часа ночи пишет после аварии, и самой громкой, что, блядь, тем больше наблюдаю, тем больше верю в карму. Я как это увидел, я х***л с жизни. Так его на следующий день этим иностранным агентом выявляют в России, то есть ему дают статус иностранного агента, я ему скидываю эту новость и пишу. Чем больше наблюдаю, тем больше верю в карму. И с тех пор мы, наверное, с ним уже никогда не будем общаться. Интересно, что их отношения не всегда были плохими. Например, чуть больше года назад они даже вместе выступали на сцене и записывали тиктоки. А теперь давайте вспомним, что Алишер говорил про Никогла еще в январе. Вот часть его цитаты. Никогла, меж тем, очень смышленый паренек, который очень рано просек тему с театром и даже научился вовремя плакать. За это респект, девочки, например, этой темой пользуются с ранних лет. А вообще, поздравляю с рекордом. Очередное доказательство, что выяснение отношений живых людей гораздо интереснее любых игрушек, даешь тренд на разборке в эфире. Мы видим, что сам Алишер Никогла откровенно респектовал. Конечно, это высказывание появилось еще до того, как в сети опубликовали глобальное разоблачение на Колю. После появления этого инфоповода никаких комментариев от Алишера по этому поводу не поступало. Были только слова Дилары, которая уже от себя высказалась, что Никоглай не очень красиво поступил по отношению к ней, так как использовал девушку лишь как посредника для связи с Алишером. Так или иначе, опираясь на первое высказывание Алишера, можно сделать вывод, что он в чем-то видит схожесть Коли с собой. Да, Алишер как никто понимает, что шоу-бизнес это просто театр, а каждая отдельная медийная личность лишь отыгрывает свою роль. Ну а цель у всех одна – вызывать эмоции, которые потом можно конвертировать в просмотры и деньги. Сам Алишер эту фишку просек еще очень давно, когда вел свой канал и рубрику Изи Рэп. Вспомните сами, как он наезжал на всех рэперов вокруг, откровенно заявляя, что их творчество ничего не стоит. Он не гнушался и тем, чтобы вызывать на баттлы поистине крупных личностей. Например, Юрия Хованского, который в те времена был на вершине своей славы. Примерно то же самое сейчас делает Никоглай, запуская историю с диссами. Видимо, сегодня Алишер видит что-то подобное и в Никоглая, который еще до истории с разоблачением своей накрутки на Твиче привлекал к себе внимание стримами с Иваном Золом. Эти прямые эфиры иначе, как издевательство над человеком, назвать нельзя. Но, тем не менее, их смотрели десятки тысяч человек. И вот уже в конце января Алишер обратил внимание интернета на то, что так издеваться над человеком как минимум некрасиво. Это произошло в телеграм-канале «Не Моргенштерн». Удивительно, но первый авторский пост Моргенштерна на этом новостном канале был посвящен именно Никоглая и Ивану Зола. Писал пост Моргенштерн лично из-за недостойного поведения стримера с тиктокером Зола. У Зола есть трудности с общением и коммуникацией, а Никоглай жестко издевается над ним. Вот цитата. Наблюдая за этой парочкой давно, ситуация дико напоминает школьные годы, когда главный тролль твоего класса хитро издевается над самым недалеким челом, а остальные ученики дико орут с этой фигне. Причем издевается так, что сам чел этого не понимает, а чего все еще смешнее. Грустно? Нет. У каждого своя роль в этом театре имени жизни. Я удивился немного от хейта в сторону Вани в интернете. Вы же сами видите, в какой среде вырос этот фрукт. 17 лет мама не разрешает брить усы. Это не его вина. Его таким сделала среда обитания, его предки. Отстаньте от пацана. У него впереди очень сложные болезненные откровения. Ведь Ваня очень популярный фрик, который еще не понял, что он фрик. Затем, как вы помните, была интересная история. Прямо на стриме Иван Зола и Никоглай позвонили Моргенштерну с просьбой пояснить за слова. Вот как это выглядело. Алло. Да. Бро, мы сидим на стриме. И у меня на стриме Ваня очень хочет тебе кое-что важное сказать. У него прям накипело. И, бро, послушай, пожалуйста, Ваня, скажи ему. Так, здравствуйте, Олег Олег Олегович. Вы меня оскорбили на весь интернет. Вы это понимаете? Прости, пожалуйста, Иван. И еще ты сказал, что мне запрещено боить усы, потому что мне запрещают родители, но на самом деле они мне не запрещают. Я их сам бою по праздникам. А, все. И реально, Ваня, сорян. Все, я тебя прощаю. И пой, пожалуйста, песни без матерных слов. Договорились. Спасибо большое. Алишер, спасибо большое, что ты выслушал, потому что Ване нужно было выговориться, у него прям накипело. Все. Все. Мы с ним поговорили. Тикток-хиты, многомиллионные контракты, рекорд Твича, осень и зима для Коли выдались очень насыщенными и удачными. Но все пошло немного не по плану, когда 6 февраля Макривский выпустил почти часовое разоблачение. Давайте возьмем самый крупный стрим Никоглая, которым он так кичится. Топ рекорд СНГ Твича. Поднятие нас с к... Николай говорит о том, что это все сделал Абадон. Никоглай отреагировал вот так. Потому что когда мне было 16 лет, мои друзья думали о вписках. Потусить, пойти, выпить алкоголь, школы там, покурить, заняться, пошабить, посуетить. У меня не было на это время. Как мы видим, Коля снова пустил в ход слезы. Нужно сказать, что разоблачение от Макривского сопровождалось не только цифрами и пруфами по поводу накрутки. Также стример рассказал, что Никоглай узнал про готовящиеся разоблачения, решил его запугать и через третьих лиц даже угрожал физической расправой. Также от лица Никоглая кто-то звонил родителям и близким Макривского, что уже совсем выходит за какие-либо рамки приличия. На фоне разоблачения разыгралась также и личная драма Никоглая. Амина Тендралибайе сразу же после разоблачения провела несколько стримов, где признавалась, что у нее были отношения с Колей, что они расстались из-за его измены, неадекватного поведения. В общем, все события происходили примерно в одно и то же время. И было видно, что все происходит не случайно. Я клянусь, что я не могу, ребят, мне так тяжело было все это время. Я просто хамала все. Какие были последствия всего этого, произошел интересный эффект, который в сети уже успели обозвать эффектом Никоглая. Да, наверное, все уже удостоверились в том, что накрутка от Никоглая – это дело доказанное. Но его популярность от этой накрутки получилась далеко не фейковой. Да, на стриме не было тогда больше полумиллиона живых людей, но именно из-за него намного больше народу узнало вообще про существование такого человека, как Никоглай. Самим заявлением о рекорде он поднял себе фейм и приумножил его после разоблачения. Когда Макривский раскрыл схему накрутки зрителей и рекламы на Твиче, у многих начались проблемы. Рекламодатели начали снижать расценки на рекламу, потому что потеряли доверие к цифрам каждого отдельного стримера. Проблемы начались у всей платформы, но не у Никоглая. Коля продолжил набирать аудиторию, ведь на его инстаграм и тикток за сутки подписались десятки тысяч человек. В общем, даже такой репутационный удар Никоглай смог обратить в пользу для себя. Но продолжалось все это недолго. Поддерживать популярность на одних негативных инфоповодах очень тяжело, поэтому интерес к Никоглаю начал снижаться. И вот сегодня он снова пытается вызвать интерес к себе. Как считаете вы, у него это получится? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивая Би Пи, меня зовут Дмитрий Толщенов, всем пока.